Зима сурова, но она сурова не только к нам, а кисливит и знает как к зимой обращаться. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, и после долгих размышлений, после светного обеда, я, наверное, думаю, что все-таки Борисом лучше отправляться в царство в любом случае. То есть на следующий ход мы должны будем снять осаду Гризусом, в идеале его разбить и отправляться в царство. Нужно уже бежать туда, нужно уже добиваться. К сожалению, северные провинции отправились к Нургулу, это значит, нам нужно будет к Дзинчу бежать. Возможно, ну Саланэш, опять же, долго, у него очень-очень все это долго будет идти. Сейчас посмотрим. Как ни крути, но души нужно забирать, отбиваться от огромного количества врагов, но мы будем вечно. Ну, в принципе, если так пойдет, то мы реально можем отбиваться от них вечно. А нужно, нужно уже что-то делать. Демоны становятся сильнее. Демонов нужно гасить и мочить с артирикой, говорится. Хотя, Нурглиты от этого станут только сильнее. Нурглиты лишь возрадуются этому. Пракалатные косарики у нас, царская стража и ледяная гвардия здесь. Латные косарики тоже тут. Боевые сани, медведи. Ну, пока, пока давайте личную его ветку продолжим. Тот же боевой опыт развивать. Пусть Марат будет хорошим бойцом. Хорошим бойцом ближнего боя. Прак в итоге осаду сняли. Закрыть эту проблему. Разобраться. Ну, Дашика... Если они пойдут на штурм, мы разберемся. Можем даже попробовать. Союзники и так сюда идут. Но мы попросим их все-таки подтянуться. Прак сейчас второй уровень. Прак, ну... Это все-таки целая провинция. Прак, я надеюсь, мы сможем защищать. Хаос отодвигать. Ну, и Борис уже спокойненько может заниматься своими походами в темные земли. Гаврила. Гаврила, Гаврила, остается тут. Да, может опередить нас. Сейчас бы к Нурглу отправиться был бы идеальный вариант. К Нурглу отправиться прям идеальнейший. Просто, ну, вот... Хотя помните, когда мы проходили пролог? Первый вылет, когда случился? Да. Это месть была патриархов. Патриаршья месть. Так. Пень демона. Пень демона пока так. Клыки здесь застроили. Хотя... Хотя давайте попробуем, ну... А что здесь уже? Стражи? Стражи мы защитим. 1600 выделить сможем сейчас. Сюда и пусть строятся. Пусть строятся. Это все сдаем. По дипломатии смотрим. И вперед. Конец хода. Третий стэк подошел. Могут пойти на штурм. Хотя не рискнули. Не рискнули сюда идти. Вот. Кто идет на штурм. Однозначно. Но в этой серии, если отправимся в какое-то царство, вряд ли мы добьемся там успехов. Вполне возможно, что реально к Зинчу сейчас отправимся. Чтобы быть конкурентоспособными. Фури хаоса. Победить можно. Этот стэк победить можно. С этим стэком действительно можно бороться. С ними шансы у нас есть. Фурии это не такой большой противник великий. Войска будут в любом случае раздроблены. И вновь надеемся на вышки. Вновь надеемся на вышки. Сейчас будем отталкиваться. Естественно, играть от соперника. Где, какие войска он разместит. Но он примерно, я думаю, раскидает равноценно. Хотя нет. Раскидывает неравноценно. Раскидывает. Кое-как и абы-как. Так, отродье тут есть. Отродье есть здесь. Поселение скавинов. Но тут очень проблемно прорваться будет к вот этому месту. Но с другой стороны тут плитунов много. Оборона это нам ничего не даст. Этот фланг мы можем разбить. Этот фланг можно попытаться защитить. Здесь он может побежать к этой точке отсюда. К этой отсюда побежать к главной постройке. Давайте, наверное, реально будем защищать эту точку. Тут достаточно много вышек. Тут очень много вышек. Здесь этого будет достаточно. Оборону ставим. Один отряд в любом случае сейчас сюда. Давай хотя бы вот так. Вы сюда. Точку тоже защищать. Он через мост, если пойдет. Здесь мы можем их попытаться встретить. Еще одно место. И по-хорошему даже ловушку построить. Потому что дальше будет сложнее. С другой стороны и тут я бы не назвал бы, что будет все просто. Там все летуны. Он всех на одном фланге разместил. Давай, ладно. Иди сюда. И попробуем сделать следующим образом. Насколько позволяет. Царская гвардия все-таки будет их цеплять. Четыре отряда здесь. Причем обязательно их друг за другом ставим. Чтобы если напали на того, кто впереди, остальные стрелки могли прикрыть. Здесь летуны вряд ли будут это делать. Поэтому можно оставить примерно одну линию. Кавалерия тут. И погнали. Победа возможна. Победа вполне вероятна. Все еще не так плохо. Но. 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 Порой мы одерживали победу тогда, когда не верили. И сейчас. Эта ситуация может, конечно же, настораживать. Косарс! Давай, 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 давай. Опа, подожди. Попопопопоподождите. Но напали они очень хорошо. Напали сейчас они, я бы сказал бы, даже очень грамотно. Стреляем по отродьям. Отродья пытаемся выстегнуть. Кавалерию. Наверное, тоже уже бросаем вперед. Чтоб увеличить давление. И быть готовым отбиваться тут. Нам в помощь, я бы сказал бы, то, что он здесь отправил лишь один отряд. Так, ладно. Здесь, в принципе, на самом деле, уже вышка не особо нужна будет. А вот тут она крайне актуальна. Там не дотянулся бонус, к сожалению. Работаем, работаем. Полководца вражеского сейчас накажем. Еще успеем, я думаю, вот сюда перебежать. А ну-ка, кавалерия, напряги. Он что-то расслабился, я смотрю. Здесь отряд, который призвали, конечно, помог. И вообще, с Хорном вот это очень большая проблема. На мой взгляд, что... Ну, он призывает. Так, ух ты, интересно. Он идет вокруг да около. Решил бродить, ходить. А если так, то... Вот эта еще вышка нам может очень сильно помочь. Тем временем... Вас перебрасываем сюда. Кавалерию попробуем... Завести и ударить со спины. То, что он захватывает точки, ничего страшного. Я бы даже сейчас один отряд отправил уже вот сюда. Потому что тут кавалерия не сильно нужна. И второй даже сюда. Мы с ними разобрались. Перебрасываем наши войска. Эту точку защищаем. Баланс, вроде бы, 50-50, говорит. Этого нам будет более чем достаточно. Пока он ходит, бродит город удачно. Что такой вот витиеватый. Значит, мы расстреливаем вышками. И наслаждаемся результатом. Победа. Тут должна быть в итоге... Победа. Убегать, убегать, убегать отсюда. Убегать, убегать, убегать. Точка очень хорошая. Точка очень хорошая. С мостов можно еще и порастреливать, попытаться. Но на это, я бы, надеется, сейчас не стал. Вот здесь готовится к обороне. Да. Вот сюда выходим. Выходим. Таким вот образом поступаем. Точка захвачена. То, что они главную забирают, это ничего не решает. Здесь, как в главных поселениях, и это хорошо, нет шкалы. Тут надо захватить именно все точки. Поэтому ждем. И то, что точка победы потеряна, не вопрос. Но приходит еще один отряд. Это должен быть последним. Последняя капля. В море. Так, кавалерия. Сюда он не идет, поэтому спокойненько по данному каналу вы отправляетесь в путь. Ну, это демоны, говорят, не бегут они. Бегут эти демоны. Эти демоны боятся кислево. Где у нас еще могут быть вышки? Тут три штуки. На этом фланге. Далеко. Здесь и здесь. Да, еще три, четыре. Три. Ну, вот они. Лучше тогда улучшать тебя. И разворачиваться. Развернуть строй. Туквышки, я надеюсь, нам помогут. Туквышки, я надеюсь, нам помогут. Вы уже начинаете атаку. Ты сюда. Бегом. Раз не задействован, перекрой фланг. Ну, точку больше никакую и не пытаются захватывать. Здесь можно вот вышку даже начать стройку. А все. Демоны распались, демоны разбежались. Обделались. Кислев. Кислев. Это Кислев. Не опознает Кхорн здесь победы легкой. Не достанутся ему черепа. Пусть своих забирает. Ему, конечно, пофигу. Ну, вот пусть своих и забирает. Так, эта армия убегает. Соблазнители. Пока мы с ними не воюем, но он двигается в нашу сторону. Похоже, он в любом случае хочет объявить войну. То есть, денег мы ему дали. Но, если у него нет войны, ну, куда ему еще идти? Естественно, он пойдет в нашу сторону. Джоу Мин не может справиться пока что с Кайросом. Но вон они, стеки, разделились. Я надеюсь, что-то да получится. Че хочешь? Вступить в войну? Ты понимаешь, что ты меня сейчас хочешь подставить? Да, этих крыс стоило бы забрать. Да, для Бориса это, по-моему, даже благоприятный климат. Да, вот и че-то. Той же Катарины. И вот он, вот он, он снимает, смотрите. Он разбивает караван и пытается чуть свалить. Но он сделал нам даже лучше. Он сделал нам намного лучше. Так мы точно его шатнем сейчас. И дотянемся еще до портала. Это благие вести. Караван? Да с каравана мы ничего и не получаем, правильно? Что творится там, мы не видим. Но она уже каких-то успехов добивается в царство Нургла. И в царство Нургла идти... Идти... Ну, не стоит. Не стоит идти в царство Нургла. Нам это... Нет, Кайроса все-таки... Одного все равно не смог побить. Кайрос хорош. Кайрос получает тут такие бонусы. Что ему хорошо. Ну, говорите... Косарики. Косарики это лучше. Вот даже катайцы их используют. Даже катайцы используют косариков. Великие. Великие косарики. О, может ты портал закроешь? Вот портал, если закроешь, будет отлично, будет очень хорошо. Имперцев можно промотать. Гномы. Ну, пока вы как-то... Ничего не можете предложить, если честно. Гнилой рой. Что, кто-то явился здесь, нет? Нет. Этот портал пустой. Восстание. Нормально. У нас и праг сейчас прокачался. Здесь... Хорсинь, Хараквлаг. Можно было бы перенестись. Я планировал, да, сюда. Борис бы закрыл. С гарнизоном этот вопрос. Противник погиб. Конфедерация. Фракция уничтожена. Союзник начал строить форпос. Но есть... Есть вопросы, есть проблемы, которые нам тут бы решить. Безусловно. Но и царство нужно. Причем пока, кроме северных провинций, никто не отправился на охоту. Но в царство Зинча мы можем тогда быстрее и спокойнее. Если получится в итоге, как у нас было с ограми быстро там, то можно. Это можно. Можно. Осторожно, но можно. Ну, вон он, Гризус. Он особо-то уже и не соперник нам. Он особо и ничего не сделает. Можно даже попробовать доверить автобою это сражение. Башню горя. Ну, давайте. Она действительно башня горя. До нее добирались многие уже. Медведи потянем, но чуть попозже. Сейчас главное не ошибиться. И правильно. Все сделать. Нападаем. Потери низкие, говорят. Ну, давайте поверим. Действительно низкие. Восполнение потерь взять. Либо дополнительные деньги. Шкуру содрать с Гризусом. Потери у нас, в принципе, и так хорошо. Осполняются, но мы их ждать, судя по всему, и не будем. А нет. Будем, будем. На ускорение мы не отправимся. Я так понимаю. Видите. Ну, значит, ты бегом сюда. А вас все-таки распустить придется. Золотоносные вы мои. Медведи. На велосипеде. А нет, можно отправиться на ускорение. Нормально. Можно отправиться на ускорение. Во владение чумы все-таки уже не пойдем. Пойдем в царство чародея. У нас есть медведи, которые в царстве чародея будут себя чувствовать хорошо. Хорна отбить можно было бы там, но... Сейчас терять порталы преимущества. Сейчас туда набегут черти. Ну, давайте, заходим. Царство чародея. Не верьте своим чувствам, ибо изощренные чары великого чародея искажают окружающую реальность. Прокладывая себе дорогу через разноцветные острова, постарайтесь не сбиться с пути. И тогда доберетесь до невообразимой твердыни. Там стоит на страже любимый принц-демон Дзинча, библиотекарь. Убейте его, чтобы забрать его душу. Так, и мы как раз появляемся здесь. Достопримечательности уже немного рассмотреть не буду, но... Заобров тут все почитали, рассмотрели. Ух ты! А первый прыжок, все-таки, смотрите. Мы приземлились. Первый здесь. Хотя я думал, что все-таки первый появляется вот тут. Было так. Что-то поменяли. Что-то здесь переделали. Что-то теперь выглядит не так. Какой портал? Нам доступны будут оба. Сейчас я бы сказал бы, главное, чтобы никто сюда не прыгнул на этом же ходу. Если бы хотя бы один ход нам дадут форы, будет замечательно. Хотя бы один ход форы, и мы будем жить замечательно. Кишечный недуг. Мы заболеем. Кишечный недуг. Все отряды несут небоевые потери. Скверно. Нургла плюс один в провинции. Тогда на кишечный недуг мы не нарываемся. А здесь кишечный недуг везде. Союзники как-то не особо рвутся сражаться. Хотя вместе мы их победим. Вместе мы их разобьем. Дригор, закрывай портал. Закрыть разлом. Ну, тут хотя бы низкие потери нам обещают. Хорошо, можно довериться. Автобою. Взять деньги. И это действительно проблема. То, что кишечный недуг здесь эти распространяют. И сейчас напади на них. Можно призвать. Можно призвать одного, который будет заболевать. А подкрепление таким образом сможет избежать. Ну, я так надеюсь. Хочется в это верить. Так, все. Праг. Праг нужно вкладывать деньги. Праг мы раскачиваем. Рост увеличиваем. Обязательно. С третьего уровня сможем еще подтягивать общий резерв найма. Дисциплина в осаде местные. Содержание для легиона. Небывы потери. Во всех случаях уменьшены. Кстати, в царстве Нургу это может пригодиться. Я думаю, будет работать. Должна работать. Небывы потери. Запас. Возможно, в Праге стоит еще и это возвести. Вау. Потому что тут ситуация накаляется. А искусственный интеллект любит осаждать. Давайте, наверное, вот мы дополнительный вал начнем возводить. Получим хоть какое-то преимущество. Так, здесь еще из этого портала никто не пришел. Замечательно. Разлом закрываем. Этот разлом, я надеюсь, ты закроешь. А нам нужно будет следующие так же позакрывать. Но здесь еще успеют прийти. Здесь еще придут. Вас мы распускаем. Хотя, тебя мы распускаем. Можем еще медведей нанять. То есть, его ладно, не сгоним сейчас. Вернем сюда. Пока в царстве бегает Борис, мы еще медведей возьмем. И он вернется сюда же. Мы ему еще этих медведей и передадим. Михаил Степанович. Тоже портал закрываем. В горах тут вроде бы без сюрпризов. Без нападений. Разобрались. Тут пока разобрались. Выглядит, я бы сказал, даже все очень цивильнее. Древесина. Гавань. Дополнительный ресурс. Деньги на медведей только, конечно. Еще найти. Но сражение. В царстве Дзинча, правда, я сражаться не планирую. А это скажется. Либо нужно будет драться. Нужно будет кусаться. И тогда да. И тогда мы можем получить деньги. За сражение. Но потерять. Бойцов. Немного. Золотозуб практически уже готов к перемирию. Мы его загнали вглубь сюда. В горах скорби. Погибший город. Три поселения. Как на карте, так и в дипломатии мы видим. Восстание. Неважно. Даш на следующий ход использует. Самое забавное. Это. Преданность. Преданность-то мы больше не будем использовать. Но в плане. Мы не можем ее больше использовать, чем вот. Издали один указ. Да я бы с удовольствием все четыре издал бы. Указа. Но он только один возможен указ. Вот он. Да. Бориса я не зря не стал отправлять все-таки. Смотрите. Сейчас бы Борис остался ни с чем. Борис остался бы ни с чем. Потому что он бы сюда перенесся. Да. Ему бы пришлось добивать этот стэк. Но. Я надеюсь, мы, конечно, покоцаем его более чем достойно. Тут, несмотря на пару кровожадов, все возможно. С вышками. Стены. Стены должны сейчас помочь. Мощные вышки. Как он расставит. Как он пойдет. Что он будет делать. Кем полетит вперед. Город было бы круто защитить этот. Сейчас выиграть битву, ну, очень важно. Пара вышек, которые можно разрушить. А все остальные силы бросил сюда. Абсолютно все сейчас у нас тут. Можно попробовать, знаете что? Кавалерию вот выставить на улице. Подманить их туда. Один отряд выставить. Сейчас, секунду. Отвлекли меня немного, но мы возвращаемся. И здесь строим вышку. Сразу. Строим. Вышка раз. К сожалению, вышек на этом фланге мало. То есть, я же говорю, как он пойдет. И город сам по себе такой отвратительный. Вышек мало. Тут планировка отвратительная. Я его не люблю штурмовать даже без стен, этот город. Кстати, точка вот эта классно стоит. Ооо, я только сейчас. Обратил меня на Минастири, да? Прямо вот белое древо поставь. Вот, практически тут есть белое древо. Гномы косплеили, да? Так, на минималках. Когда строили себе этот город. Так, ладно. Я отвлекся. Что я планирую? Кавалерии. Перевлечь. Перевлечь. Привлечь внимание вот сюда. Перетащить отряды. Я объединил два слова. Перевлечь. Переманить и привлечь. Здесь кого-то одного нужно оставить. Кого, если честно, не знаю. Все-таки. Ну, царская стража, говорят, тут тир повыше, да? Уровень отряда третий. Для предзойднеров. Но они могут здесь пригодиться сейчас. Они могут пригодиться внизу. Ну, окей, ладно. Уйди сюда. Давай, Дуппельдзойднер, тебя побольше просто. Тебя мы можем разместить на две зоны. Я надеюсь, этого хватит, чтобы активировать. Вас мы ставим на стене. Причем растянуть, чтобы, если он бросит кровожадов сюда. Чтобы ему меньше было возможностей нас бить. Чтобы за раз... Подожди, не тех, не тех, не тех. Я взял. За раз меньше он мог убивать за один удар. Не как тот портной одним ударом. Семерых. На кровожадах можно попытаться сконцентрироваться. Хотя... Чувствую, если кровожадов мы попытаемся убить, то только кровожадов и убьем. Такое есть. Такое вполне возможно. Ставим вас, оставляем на стене. Вас разворачиваем сюда. Внизу мы ставим одних пока что. Вторых бойцов царской стражи. Здесь размещу еще кавалерию. Деппельдзойднеры остаются на том фланге. Девчата. Почему у вас у некоторых включен режим перебежки? Что-то там нашаманили. В обновлениях, что ли? В этом плане вроде бы все. А, еще один очень важный момент. Нам в идеале нужно кого-то выделить вот сюда. Вышку разрушить одну можно будет. Кавалерии можно было бы прикрыть и этот фланг. На самом деле... Ну, кого, блин, теперь выделить? Тебя, что ли? Ну, давай, ладно. Хорошо. Пехоту полностью перебрасывать. Ну, тоже опасно. Может, закончится это... Плачевно. Так, стреляй по кровожаду пока. Сюда получилось их выманить. Кавалерия, заходим. То есть, хотя бы эти вышки начинают работать. Но вот этот фланг обалденный. Если бы он вот здесь построил... Все свои силы. Вот это было бы жнатненько. Это было бы очень мощно. Кровожадов концентрируем. И пытаемся убить. Да, кровожадов мы убьем. Это хорошо. Кавалерию выводим. Кавалерию выводим. Они уходят. Нам нужно, чтобы они бегали. Чтобы они суетились. Чтобы они не знали, где и что. Здесь подходит, к сожалению... Отряд, на который нам придется забить сейчас. Просто откровенно придется забить. Пока по кровожаду. Работаем исключительно по кровожаду. Кавалерию он, похоже, решил тут игнорить. Вышку практически уничтожили. Но лучников мы уже начинаем уводить. О, черепушку сорвало. Уходим. Кровожады одного практически загасили. Ох, ёберный, ты че делаешь? Отряд депридзойднеров. Ну, это я, конечно, косякнул. Спору нет. Ну, а ты мог бы это как-то осознать, что что-то сделал не то. Так, эту вышку нет. Вот эту вышку да. Пока так. Кровожада мы сожгли одного. Шикарно. Здесь как-то обстрел у нас не особо идет. Но мы переключаемся. Ты остаешься тут. Кровопускатели распадутся. В скором времени уже они исчезнут. Сейчас эта вышка начнет стрелять. Вражеский полководец. Ну, еще один кровожад, но его, я думаю, мы уничтожить не сможем. Сейчас на нем концентрироваться даже смысла особого, возможно, и нет. С другой стороны, уничтожить его, и пусть он назначает кого-то помельче. Правильно. Сконцентрироваться сейчас на нем. Все бегут сюда. Вышки, к сожалению, не дотягиваются. Кавалерия. Кавалерия. Но нет. Прям кровожада еще одного загасить, но это прям очень жирно. Это прям мечта. Но он, похоже, их пытается поймать. Ну и бросает так чуть криво. Я бы сказал бы. Так, а ну-ка. Крововое светилище. Кровожад тем более 20-го левела, скорее всего, он бессмертный. Спускаемся. Ну, двух кровожадов уничтожить, я думаю, результат вполне себе достойный, да? Отойди. Отойди. От стены. От стены. Точку главную, да можешь брать, если хочешь. Это сейчас не так важно. Но все равно не продержимся. Магии вот здесь не хватает. Какая бы шикарная залетала сюда магия, да? Косакс! Косакс! Коммерти из Берк! Косакс! Коммерти из Берк! Косакс! Так, еще призыв. А что ты развернулся в другую сторону, я не понял. Сосредоточились на колесницах. Сосредоточились на колесницах. Сосредоточились. Сосредоточились на колесницах. Сосредоточились на колесницах. Я выжила в принципе здесь. Этого достаточно, чтобы отряд. 25% отряда выжило. Да пельцойднеры там отстоялись на стене. Но мы уничтожили двух кровожадов. Два кровожада. В принципе, как я и говорил, получилось так, что если на них концентрируемся, то больше никого не уничтожим, но там ситуация такая просто. В принципе, наверно. Это лучше, что мы могли выжить. Карак влаг он забирает. Но это может даже и к лучшему. Не появился еще один стэк. Дальше уже будет... Мы будем по ситуации смотреть. Что будет загадывать? Не хочу. Пока. Все это загадывание может вылиться на бок. Честно говоря. Ну, просто... Разочаруемся. Будет некрасиво. Будет грустно. Будет печально. Да ты захватывай! Нафиг ты их грабишь! Глупая ты, царына-катарына! Ну, батя, тебя чему учил? Зачем ты их грабишь? Ну, денег у тебя и так полно. Это не искусственный интеллект. Если б так еще делал, я бы понял, да? И ладно, если б он делал против нас так. Ну, против других смысла нет. И... Кстати, вроде бы никто не отправился еще в царство Дзинча. Мне это нравится. Такой исход меня может устроить. Сейчас фору как минимум один ход есть и дадут. Есть еще и пару ходов. То мы быстро, да? Через порталы? Дай бог... Намурсун. Везение подкинет Не, вон он Энкарий сюда прыгнул Но с Энкарий мы не воюем Но ничего, ладно, хорошо Там в первую очередь главное, чтобы Не враждебные Были фракции Энкарий Кстати, у Энкарий, по-моему, две души уже Как раз их кинуть на одну душу Это будет хорошо Это считай мы конкурентов Исключили Они точно нас не опередят Ну, все-таки, раз я уже сейчас В текущей ситуации, когда все, ну Выглядит не так приятно И Борис нужен здесь В царстве живых Раз я Бориса все-таки решил Отправить туда, то мы так и будем Стараться делать Стараться обороняться Кусаться, драться И держаться Так, тут огромные армии Нас осаждают Но все они болеют чумой Хотя он осады снимают Что-то кровавая жатва Задумала, мне не нравится Да, портал закрыли Кстати, Лизард Мэй Но тут спасибо им за это Союзники Красавцы Это осада Ничего страшного Здесь тоже ничего страшного Это лишь Доход Это лишь сейчас Лишние деньги Остванд Да, мы в курсе Но что сделаешь Гавриилу ранили Гавриилу ранили Союзник призывает войска Да что, может цель отменить уже? Ты призываешь А ничего не можешь сделать Так, царство чародея Фракция уничтожена Фракция уничтожена Поселение в осаде Ее мы снимем Они чумой не болеют Ее мы уничтожим Гниение Ну, через один ход Закончится уже гниение Хотя нет Ты осаждаешь еще Ты осаждаешь? Ну, там Все это мелочи Постанье неизбежно Совершить налет На следующий регион Нет, я не буду этого делать И, наверное Перед Тем, как завершать Не, мы можем сейчас Экономику чуть подняли Даже сейчас Уже тогда Не призывать И Дополнительные потери Обеспечить за счет Урсуна 1666 год У нас То есть Дополнительные потери Пусть урсуна Терзает Там они Просто урсуна Не так сильно будет Копеечка Не теряю Что это тоже Помощь, но небольшая А тут Не верят В нашу победу Но в целом Держит осаду Плюс-минус Мы При своем Останемся Восполнение Помехи Делать Там и не нужно Ты пока Сюда Бегом Твоя задача Успеть бы Закрыть Потому что тут Оборона Ну не такая Хорошая Еще Был бы тут Борис Еще сейчас На этом ходу Мы прям Стены возвели И уже Тогда можно было За залив Не переживать А что Это я за залив Переживаю Ну ладно Мы в царстве Чародеям И нам нужно Искать Путь Посмотрим С этой точки Теперь посмотрим Как идти То есть мы Я думал Первыми здесь Окажемся И по пути Ужин Который На стриме Тогда Разбирали А тут Ну значит Пойдем Посвоим Будем искать Новую дорогу И пусть нам повезет А на сегодня Все С вами был Вера Всем добра Пока